Доброго вечера, мы из Украины. Я рада приветствовать зрителей моего канала, а также в дальнейшем зрителей канала Гарри Юрий Табах. И у нас сегодня с Гарри очень интересный гость. Ну, я на всякий случай представлю Гарри, капитан первого ранга ВМС США в запасе. Наш вдохновитель не только сегодняшней встречи, но и прекрасной программы «Американские горки», которые вышли уже в 40 раз. Итак, у нас сегодня в гостях Аслан Арцуев, председатель правозащитной организации Human Rights Center Ичкерия. Аслан, здравствуйте. 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 И виталий. Здравствуйте. Здравствуйте. Прекрасная Мария Аслан. Спасибо, Мария, за то, что вы пригласили моего друга, моего, можно сказать, боевого товарища Аслана Арцуева. У него тоже есть свой канал. И, вы знаете, у меня почему-то как-то смешанные чувства, Мария Авангольская. Потому что чем хуже в мире, чем больше каких-то трагедий, тем чаще я вас вижу. Поэтому мне как-то вроде бы плохо, а с другой стороны мне как бы хорошо. И всегда я должен бороться с этим чувством. Но я отвлекусь от вас на минуту и хочу немножко рассказать про своего друга, про своего товарища. Аслана Арцуева, Аслан чеченец, в самом, вот, знаете, если ей можно сделать плакат про чеченца, это вот надо сделать про Аслана, вы видите его сильный подбородок. И я, он физически очень сильный человек, он также очень умственно, он всегда на правильной стороне, он будет тебе говорить правду в глаза, бесстрашный, сам подвергается очень многим опасностям и угрозам. И он настоящий воин, настоящая война. И сегодня как раз я был на передаче, и мне задавали вопросы, а что про ваших чеченских друзей, почему ваши чеченские друзья молчат, вы все время там за них выступаете. Нет, мои чеченские друзья не молчат. Мои чеченские товарищи очень сильно и твердо высказываются по тому, что происходит сегодня в мире. И так же мои дагестанские товарищи это делают. Настоящие люди прекрасно понимают, что происходит, и это благодаря таким людям, как Аслан. А что еще я могу сказать про Аслана? Ну, смотрите, слушайте таких людей, как он, и тогда мир будет лучше. Аслан сейчас находится в Германии. Аслан, дорогой, скажи, и я еще хочу сказать, что мы часто разговариваем с Асланом. Я знаю, что у нас не так много передач в месте, но мы переписываемся, мы делимся своими мыслями. И я хочу сказать, что я уверен в том, что если бы мы не игнорировали в 90-е годы, в 2000-е годы, то, что происходило с чеченским народом, как устроили геноцид этому народу, если бы мы обратили на это внимание, то, может быть, сегодня не было такого истребления украинского народа. Не было бы антисемитизма сегодня, который вспыхал во всем мире, была бы поддержка Израилю. Но мы сами виноваты в этом. Мы сами проигнорировали и купили свою дешевую вот эту пропаганду, что чеченцы, это бандиты, это террористы. Но и сегодня, как результат, мы имеем дело с настоящими террористами. Если мы сейчас не проснемся, сейчас просим на это внимание, то, что это будет разрастаться и это еще будет больше, когда придет к нам, думаю, мы будем кричать, кто же не игнорировал, кто же не игнорировал. Помните, мы сами это проигнорировали, только это было с чеченцами или во Второй мировой войне. Это не танавливается на какой-то одной группе людей. Так что, Асман, тебе слово, мой дорогой. Рад тебя видеть, рад, что ты познакомился с моим партнером, с моим вдохновителем, тоже, Марии Максаковой, которая твоя, можно сказать, земель, она тоже немка, жена в Германии. И так что, давайте, вот, два немца, как говорится, объясните мне, еврею, что происходит сегодня в мире и что ты об этом думаешь, дорогой мой. Что ты думаешь, как чеченец, как человек, сын Кавказа, как верные мусульмане. Спасибо, Гарри, за столь высокую оценку. Так как ты назвал меня честным, то я должен честно признаться, что надо разделить на 10 все, что ты про меня сказал. Ну, спасибо. Я был множен. Спасибо, что пригласили, спасибо, что познакомил. Я забыл, я забыл, извини, я забыл еще сказать, что ты чрезвычайно скромный человек, настоящий лидер. Да, народ, это еще и скромный, помимо того, что ты чест. Да, спасибо, что пригласили, спасибо, что познакомил с Марией, о которой я наслышан, знаю ее, смотрю ваши совместные стримы, смотрю аналитику от Марии. С тобой мы общаемся, как ты сказал, очень знакомы, тоже хорошо, давно. По поводу вот той ситуации, которая разворачивается, хотелось бы тоже сказать, это ситуация отвратительнейшая. Ужасный террористический акт, совершенный против Израиля на день рождения Путина, где погибло более тысячи человек, это ужасно. Это ни один нормальный человек не может это обойти стороной или взять сторону террористов, принять сторону террористов. Ни один адекватный человек, ну, по крайней мере, кто располагает достоверной информацией, находится в какой-то пропаганде. И, в принципе, вот, ну, события, как ты знаешь, Гарри, ты лучше меня, ты старый воин, ты очень хорошо все это знаешь, и что события разворачиваются стремительно, и террористическая банда ФСБ пытается разжечь пожар по всему миру, отвлекая внимание от Украины. Это мое мнение по этому поводу. Именно так произошло в 2001 году, вот ты говоришь, когда нас мир оставил один на один с этим людоедом, и, как бы, произошел геноцид на глаза всего человечества, чеченского народа. И в 99-м году, когда террористическая банда ФСБ взорвала своих граждан, своих, кого она обязана защищать, и обвинила в этом нас, напала на нас, и мир нас поддерживал, Гарри, ваши Соединенные Штаты нас поддерживали, не так, как Украину, конечно, и не так, как сейчас Израиль, но информационно, политически, все-таки высказывались за нас, и для нас это было очень ценно, это просто бесценно для нас было в этом, в это трудное время. И затем есть такой Константин Боровой, с которым у тебя было тогда, было интервью, где он рассказывает, что к нему обратились сотрудники ГРУ, которые сказали, что готовится террористический акт против Соединенных Штатов, и через какое-то время он обращался к ФБР, и там еще куда-то, там пытался донести информацию до американских властей, и в 2001 году произошел террористический акт. А до этого террористического акта, на одном из своих совещаний, Путин, как бы, все понимали, что мы не взрывали дома, что мы никакие не исламисты, не каратисты, там, и так далее, что хотим строить свое демократическое правовое государство, которое мы строили, хотя Россия нас представляла в совсем другом свете, всегда там религиозные, и наши полезные идиоты помогали им в этом, и полезные, и агенты, и всякие разные, а так, в принципе, наша Конституция, она демократическая и очень-очень-очень хорошая. И как-то Путин сказал на совещании, что тут, типа, Америка нас не поддерживает, поступали жалобы, и сказали, что мы не сможем одолеть, покорить, завоевать Ичкерию, если же Америка нам не будет помогать. И говорят, он сказал, что Америка недолго будет на стороне чеченцев, и буквально через какое-то время произошло то, что произошло в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. И то же самое, я вот это вижу, то же самое, повторяется тот же сценарий отвлечения внимания от Украины, совершив этот ужасный террористический акт против женщин, детей и стариков. Это просто нельзя оставаться к этому равнодушным или оставаться как-то безучастным в этом. И, знаешь, мне говорят, ну вот чеченцы тоже совершали нападение там на Буденновск, сразу забегая вперед, возникнут у кого-нибудь такие вопросы. Я могу вам заявить, и вы можете легко это проверить. Никогда чеченцы не убивали женщин, детей, безоружных людей. В Буденновске был захвачен весь город, и потом уже со своими ранеными и убитыми они отступили в больницу, самую большую в Ставропольском крае, и не убежали, а требовали остановить войну, требовали, хотя их штурмовали, их убивали, они там сражались, гибли, но они не сбегали, захватив женщин, детей в Чечню. И то же самое было, я осуждаю Беслан, конечно же, события в Беслане, конечно же, это тоже, мне кажется, это был просто акт отчаяния, который совершили уже наши бойцы, когда уже фактически, ну уже сопротивление было уже бесполезно, бесполезно, можно сказать так, и в Беслане произошло захват школы, когда там тоже ни одной женщины, ни одного ребенка не убили чеченцы. И Европейский суд по правам человека ясно, четко указал убийцами этих женщин и детей Российскую Федерацию, российские спецслужбы. Поэтому, и я вот, когда говорю об этом, я пытаюсь донести до чеченцев, я не за Израиль, не за Ичкерию, я за справедливость, я хочу, чтобы все понимали, что ситуация, которая разворачивается, она, Израиль прав, и за это меня вот приговаривают к смертной казни. Аслан, вы, наверное, видите и те события, которые происходят сейчас в России, в частности, в Махачкале. Ну, наверное, все первые строчки всех таблоидов заняты этой новостью. Дело в том, что, как вы, наверное, наслышаны, Путин еще полтора года с лишним назад сказал, что якобы он начинает поход с целью деноцификации Украины. При этом я вам ответственно могу заявить, находясь в Украине уже 7 лет почти, что никакой не то, чтобы в этом нужды не донапротив. Украина очень гостеприимная страна, и не просто евреи прекрасно развиваются в Украине, но среди украинских очень богатых, состоятельных людей много евреев. Также президент Украины, технический еврей. В момент, когда он был избран, даже премьер-министр в Украине тоже был евреем в тот момент. Гройсман, поэтому Украина, как икра, была единственная... Ну, собственно, это было единственное, наверное, государство, в которое одновременно страна, в которое одновременно и премьер-министр, и президент, оба этнические евреи, поэтому обвинить Украину в антисемитизме, это, по-моему, как-то, знаете, ну, совсем ненормально. Но, тем не менее, вы же видите, что вот этот деноцификатор уперся в собственный народ, который как раз отличается антисемитизмом, в целом, ксенофобией, неприятием, в общем-то, и ненавистью, я бы даже сказала, к большинству народов, которые живут в этой тюрьме все еще под названием Российская Федерация. Ну и, в частности, вот сейчас мы все видим события, которые ясно и четко дают понять, что антисемитизм со страниц газет, СМИ, журналов и телевидения, и из бытового антисемитизма перешел уже на уровень агрессивного, и теперь они взялись за погромы. Как бы вы могли прокомментировать эту ситуацию, насколько именно в Дагестане, на который, кстати, очень многие в Украине возлагали надежды, потому что мы думали, что после тех протестов, которые были против мобилизации, что Дагестан будет, возможно, одним из первых регионов, которые объявят, например, о своей независимости. И вот теперь представляете себе, какой шок мы все испытываем, когда мы видим эти страшные кадры из аэропорта Махачкалы. Да, конечно же, я слежу за событиями, и как бы мой родной Кавказ сейчас под фокусом внимания всего мира, и не по очень, вернее, по очень постыдному поводу, и это не красит, конечно же, Кавказ и дагестанцев. Но дело в том, Мария, знаете, я об этом уже делал ролики и писал, дело в том, что, если вы обратите внимание на тех молодчиков, которые там собрались, там их несколько сот, они практически безбородые, если вы обратите внимание. Это актив, на мой взгляд, это актив ФСБ, военных и полиции, ну и, конечно же, полезные идиоты, которые вышли на эту акцию. Распространялись в социальных сетях, в мечетях, везде распространялись слухи. Парадоксальные просто, они в голове не укладываются, о том, что едут военнослужащие Цахал, раненые во время войны на Ближнем Востоке, едут на лечение в Махачкалу. Все время махачкалинцы или дагестанцы едут лечиться в другие регионы, потому что на Кавказе нет медицины, фактически. А вот тут израилетяне приехали и ехали лечиться. И именно этой целью людей подбивали на то, что они в самолетах находятся, и вот нужен этот самолет. А группа провокаторов, она, конечно же, это первые лица, это актив, без сомнения, это актив КГБ, ФСБ, полиции и так далее. И то внимание, которое к этому привлекается. Сейчас мы сегодня, мы услышали от главы Дагестана, что те лица, которые принимали участие, насильно, конечно, посылать не будут, но из-за того, что они там где-то сломали двери в аэропорту, там заходили в кабинеты, там сломали забор какой-то, против них возбуждены уголовные дела, и чтобы избежать уголовной ответственности, их отправят воевать в Украину. Так как, если вы так заступаетесь за народ Палестины, ну, будьте любезны, заступайтесь за народ России. И мне кажется, очень ошибочно, или же, я не знаю, почему Украина себя так ведет, но это очень ошибочно считать, что Дагестан восстанет. Дагестан не восстанет. Самое большое количество российских военнослужащих, это дагестанцы. Самые жестокие убийцы чеченского народа из всех оккупантов, это дагестанцы были в русско-чеченской войне. Об этом говорят наши бойцы, это пытки пленных, убийства мирных, это всем известные факты. При всем при этом, конечно же, речь не идет о все дагестанцы. Но, если вы, например, прилетели бы в бывший грозный, ныне оккупированный город Джахар, и если вы спустились бы на самолете, приземлились бы в аэропорту, вы увидели бы военную базу, которая до горизонта просто располагается, и половина из них служит по контракту, это дагестанцы у нас там служат, это со всей России, но большая часть, половина, может быть, я немножко утрирую, ну а так, большая часть, это дагестанцы там служат, это считается обязательным порядком пройти военную службу. Верно ли я вас понимаю, Аслан, сейчас дагестанцы помогают Российской Федерации узурпировать, оккупировать Чечню, дальше оккупировать Ичкелью, помогают в этом узурпатору Кадырову, и, в общем-то, получается, что Кавказ, который мог бы дать единый отпор ПСБ и в целом опричнение, побором навязанной этой власти и узурпации, вместо этого получается, что, ну, так скажем, кавказский брат идет на брат. Абсолютно, Мария, единственная одна поправочка, нету никакого узурпатора Кадырова, есть марионетка ФСБ Кадыров, который полностью управляется абсолютно Игорем Кочневым, сейчас его, правда, перевели в Татарстан, и главой республики, вот тем узурпатором, хозяином, скажем так, на местах, является Игорь Кочнев, до этого был Игорь Хвостиков, сейчас Игоря Кочнева пару дней назад, по-моему, неделю назад перевели в Башкирию, Игоря Хвостикова перевели в Татарстан, а потом Игоря Кочнева перевели сейчас, вот буквально неделю назад, перевели из УФСБ начальников, УФСБ Чеченской республики, перевели сейчас в Башкирию. Это два региона, которые, они заявляют, что это два региона, Башкирия и Татарстан, которые собираются отделиться, обойти в какой-то Туран, или куда-то там с англичанами, или с американцами, как они рассказывают, ну, вот, ихние разные пропагандисты. Сейчас я пока не знаю, кто является начальником УФСБ, по Чеченской республике, новый, пока не слышал фамилию. А так, да, абсолютно верно, Дагестан и все народы, находящиеся на Кавказе, усиленно помогали, несмотря на то, что Вторая русско-чеченская война началась с того, что русские разрешили в Чабан-Махи и Карамахи в Дагестане установить шариат, так называемый шариат, там просто выгнали участкового, и не продавалась водка. А так, как жили там мусульмане, так и жили. Их окружили, сперва им и Ельцин, и тогдашний министр внутренних дел Степашин, генерал ФСБ, разрешил установить вот этот шариат, а потом они решили, они сперва заключили договор с Шамилем Басаевым о взаимопомощи дагестанские народы, и Шамиль Басаев заключили такой договор, что в случае необходимости мы друг другу будем помогать. Ну, когда эта власть, так называемая власть шариатская в Чабан-Махи и Карамахи установилась, русские посчитали, что пора уже их уничтожить, этих людей. И в этот момент они попросили помощи у Шамиля Басаева, который на тот момент был рядовым гражданином, не занимал ни одной должности. и фактически вторая русско-сечанская война начиналась с того, что Басаев пошел на помощь, пробил коридор и дал вывести этих женщин с добровольцами, пошел на помощь и дал возможность вывести дагестанских женщин, детей и стариков. При этом дагестанцы, я опять же не говорю про всех, я говорю про тех, которых мы видели на экране, они упорно пытались убить и Басаева, и всех тех добровольцев, и потом уже взорвав свои дома, Россия вторглась на нашу территорию. Поэтому, несмотря на то, что мы понесли колоссальные потери и ввязались в эту войну, защищая дагестанских женщин, детей и стариков, которых мы вывели, дагестанцы, одни из самых активных. И одни, вот бойцы мне рассказывают, это не мои слова, это бойцы, которые прошли обе войны, которые ни разу, я не уличал недостоверным, предоставлением недостоверной информации, они сообщают, что самые жестокие, самые жестокие были военнослужащие из Дагестана. Да, это так. Извините, Игорь, я еще один вопрос задам, с вашего позволения. Судя по тому, что вы сказали, ради ифоритов Башкирии не очень-то справляется, значит, с желанием освободиться из-под российского кирзового сапога башкирского народа, ну, это хорошая, конечно, информация, в том смысле, что есть на что надеяться, но все-таки я бы хотела вернуться к народу Ишкирии, потому что, совершенно верно сказал Гарри в самом начале, наверное, мощнее всех показывали свою волю к свободе именно представители народа Ишкирии, и я думаю, что эта воля никуда не делась, я думаю, что, конечно же, Ишкирия будет свободной. И вот хотела вас спросить в связи с этим, ну, как бы переводы на разные должности разнообразных ФСПшников, это, конечно, определенные сигналы, но в то же самое время есть все равно какой-никакой фронтмен, пускай он номинальный, марионеточный, но при этом очень злой, жестокий, коварный и, в общем-то, редко отрезвый. Я все же-таки про Кадырова. Дело в том, что я сделала однажды предположение, одна была из первых, поэтому я, видимо, с вами в одном и том же списке нахожусь, потому что они тоже постановили тут же, значит, со мной расправиться, потому что я одна из первых предположила, что ему плохо по здоровью очень, что, судя по всему, диализ себя исчерпывает, и, видимо, он готовится к трансплантации, я так предположила, видимо, попадала в яблочко, и вот был какой-то кризис, когда, очевидно, он был, ну, видимо, уже почти что за ним шайтан пришел. Но вот как-то так произошло, что по какой-то непонятной для меня причине какой-то другой, возможно, очень похожий на него, но меньший по сравнению с ним, и в Валик Паречи, продолжает выступать на разных праздниках. Он ли это? Действительно ли он выжил? И надолго ли его хватит? Да, стоит отметить, что, знаете, как говорил Джохар Мусаевич Дудаев, что если чеченец подонок, то он козырный подонок. И нужно, как бы я сейчас высказывался в адрес подонков из Дагестана, то, конечно же, я не обойду стороной и подонков из числа коллаборантов из чеченского общества. Да, Рамзан Кадырова, это патологический просто садист, это маньяк, это убийца, и, по всей видимости, да, у него проблемы со здоровьем, вероятно, с почками, раз так опух, может быть, употребляет что-то, может быть, его пичкают с чем-то, как когда-то Брежнева пичкали, чтобы не сбежал, потому что сила воли и сила духа у Рамзана не такая, как он изображает себя по телевизору, как говорят из его окружения, очень, не очень смелый, скажем так, парень, поэтому может употреблять какие-то сильнодействующие препараты, чтобы чуть-чуть себя держать в тонусе, поэтому может состояние здоровья. Ну, вот, не могу сказать, сколько он проживет, все, все, это нам неведомо, но то, что своей смертью, вероятно, этот человек не умрет, вот в этом я почему-то уверен. Ну, Аслан, добавить к тому, что подонков у нас у всех хватает, поэтому противовес этим всем поддонкам, в каждой из наций есть такие люди, как мы, мы с ними боремся, в первую очередь, со своими подонками, а с другими. Да, мои тоже товарищи из Дагестана, близкие мне люди, частенько подтвердить твои слова, даже с некоторыми со своими родственниками порвали все отношения, потому что те, как бы, добровольно пошли служить в российскую армию. Это, понимаете, вот, все зверства, которые сегодня, это вообще-то немножко смешновато, что израильтяне летят лечиться в Дагестан, когда весь мир пытается добраться до Израиля для лечения всем болезням. Включая, включая, да, и как раз-таки дагестанцев, поэтому неспроста есть этот рейс прямой Махачкала-Тель-Авид, по той причине, что действительно Израиль лечил детей из Дагестана, сложные случаи, детей, которым было не на что надеяться, кроме как на помощь израильских врачей. И вы знаете, не то, что черная неблагодарность, а шокирующее просто аморальное поведение, погромы. То есть, вы знаете, это просто, мне кажется, ну, средневековье, наверное, и то не отличалось, ну, я как вам сказать, такой непоследовательностью. Сначала отправлять на лечение детей, а потом устраивать погромы возвращающимися самолетом. Тогда это не только в Дагестане, это или детей из Чернобыля были, и сейчас раненые солдаты летят туда. И этот госпиталь в Газии, самый большой госпиталь, самый современный, был построен в Саралитяне. Сегодня много детей из Газии лечатся в самых лучших госпиталях от Раха в Израиле. В то же время их не матери радовались и прыгали, и копали в ладоши 7 октября. Это все происходит, и вот этот госпиталь, самый крутой, в котором находится штаб Хамаса, они сделали свой штаб под этим госпиталем. Что же израильтян он делает? Винят израильтян во всем. Винят израильтян в убийство детей в Газии, детей в Фалисии. Поэтому это возбудили весь мир так, и не только исламский мир, но и мир всех остальных студентов, борцов за право, всю эту любезну. Но напомню, что, как мы с вами, Мария, уже говорили, вы можете определить стиль оперного певца, если даже он не знаменитый, вы можете определить, кто был учитель, или чей стиль перенял. Точно так же, как, я уверен, Аслан может какого-нибудь адвоката и юриста увидеть, чья это школа. Как и я могу определить почерк и чья школа, когда детей живых при родителях кладут в микроволновые печи грудных, или в печку, или спаривают животы беременным женщинам, и на их глазах отрубают гол. Много вот этого всего происходит. Это то, что делали чеченцы русским детям. Только это делали не чеченцы, но нас всех убедили, что это были чеченцы. Это делали как раз, вот эта гибня. И напомню еще то, что... И вот сейчас убедили весь мир, что это израильтяне огняются, что это свобода палестинскому народу, свобода от кого, от чего. Газа не была оккупирована. Это арабы пускали, это мусульманский мир, их не принял к себе, требуют с Израиля. Так, к сожалению, поворачивается иногда история. И вот этот почерк КГБ, он виден везде. И этот почерк сегодня виден в Дагестане. Это в Дагестане, это видно. Поэтому, братцы-кавказцы, не ведитесь на это. И людей не ваши враги евреи, не ваши враги христиане, не белые враги черных, не чеченцы-враги русским. Враги не находятся в какой-то религии, в какой-то расе или в каком-то этносе. Враги находятся на темной стороне нашей истории. А мы, люди как раз, которые на светлой стороне, мы должны единицы, мы должны вешать эти лейблы друг на друга, что раз они такие, и раз они сякие, то они наши враги. Нет. Больше всего от Хамаса страдают не евреи. Больше всего от Хамаса страдают арабы и арабские дети. Убийство мусульман. Больше среди мусульман между собой. Для арабов между арабами. Больше всего убийства. Сегодня идет огромное убийство между славянами. А поэтому делать такие вещи, это контрпродуктивно, и мы действуем против себя таким образом. Да, КГБ-шники сумели убедить нас всех, что враг находится в какой-то религии, или в каком-то этносе, или в какой-то расе, или в какой-то цвете кожи. В Израиле жили и мусульмане, и 2 миллиона мусульман арабов, граждане Израиля. Там жили чернокожие евреи, бухарские, ашкиназийские, оливкового цвета, белого цвета, христиане, мусульмане, иудеи. Все там жили. Иудеи, которые спасались как раз от этого выходительского мира, где им отрубали голову и скидывали из домов. Израиль их давал убежище, где было уважение к правам женщины. То же самое происходило и в Чечне, что, конечно же, не годится вот этим демонам, этим шайтанам, которые берут и ставят брата против брата, соседа против соседа. Поэтому не ведитесь на все это. И вот даже сегодня уже анекдот вышел в такой речи. Один еврей из Одессы звонит, или еврей из Америки, звонит еврею в Москву. Говорит, что у вас там происходит? Он говорит, не поверишь, что дагестанцы устроили погром евреям. Он говорит, и что, кто-то пострадал? Он говорит, да. 14 дагестанцев в госпитале, полицейские тоже пострадало, много из них. Россия потеряла один самолет. Он говорит, а евреи? Евреям-то что было? Он говорит, а евреи не прилетели. Израильтян не было. Они перебили друг друга. Поэтому это даже уже такого рода анекдот идет. Потому что это так, да. Потому что это так. Мне надо сказать следующее. С одной стороны, я, конечно, понимаю, что стравливание и натравливание происходит. Но, с другой стороны, я думаю, что каждый в состоянии принять решение для себя, на чьей стороне находится. И с того момента, как злоумышленный преступник пересекает государственную границу Украины, то он, понимаете ли, уже теряет для нас национальность, вероисповедание и все остальное. Он становится просто людоедом, преступником. Он поддерживает и своими руками творит беззаконие, а, соответственно, льет реки крови на путинскую мельницу. Поэтому, как бы вы ни говорили о том, что дело не в тех, кто кого как и там натравляет, но в момент, когда кто бы то ни было принимает одну из сторон, то это уже, я думаю, понимаете ли, диагноз. И поэтому по отношению к тем, кто врывается в дома, кто кто бьет безоружных, беззащитных, кто нарушает международное право, кто позволяет себе все это людоедство и тем самым, конечно же, ну, разумеется, выполняет путинские приказы. Однако он, с моей точки зрения, облик человеческий теряет в этот момент раз и навсегда. И поэтому по отношению к нему или в отношении него, я считаю, не распространяются все ваши довольно красивые слова. Но в этом мы с вами имеем разницу, потому что ребенок, который повесил на себя взрывчатку и идет взорвать блокпост израильский, он не виноват. Он не террорист, он инструмент, который террористы используют. он точно так же, как и автомат. Вот сейчас у нас была стрельба в Америке, опять начинается, что это надо оружие запретить. Но оружие людей не убивают, люди убивают людей. Это, понимаете, если бы у нас был такой подход, то нам надо было уничтожить всю немецкую армию, но мы ее не уничтожили. Молодых солдат, которые воевали, не нарушали никаких правил ведения войны, мы оставили в немецкой армии, также и полицейских немецких и так далее. ошибку, которую мы произвели в Ираке, мы разогнали. Когда, конечно, наш Пентагон говорил, что не надо, только тех, кто в паспорте были, тех надо было. А если это были простые воины или простые офицеры, или даже генерал, как и с немецкой, как и с японской армии, нам надо их оставить. Они будут служить точно так же. Они не не криминал, они выполняют законные приказы своей власти. Соединенные Штаты Америки, очень часто, в принципе, во всех войнах, внедряемся в другую страну по одной причине или по другой, защищая права другого человека. Поэтому это очень сложное. Практически, ты пришел на чужую землю, значит, ты криминал, значит, ты мог уничтожить. Причем, там есть законы, это нарушение женевской комменции, потому что есть военнопленные и так далее. Но сейчас дискуссия не об этом. Я уверен, что есть очень много российских солдат, которые не по своему желанию оказались на этом месте. Более того, я вам скажу, чеченские ребята, пожалуйста, каким-то образом носите письма своих при себе на фронте, что если вы туда попадаете, переходите на украинскую сторону и показываете письма от своих родителей или от своих старшин, где пишется не воевать против украинцев, что они вам помогали дали свою свободу. Как только вы это покажете, украинцы с вами будут обходиться как с друзьями, а не с врагами. позвольте, я вам покажу. Таким образом, вы сможете переходить и сдаваться украинцам, не опасаясь за свою жизнь. Позвольте, мне делать большое объявление. Есть программа, есть горячая линия «Хочу жить». Телефоны я выставлю и в сопровождении к этому видео. Мы говорим об этом довольно часто. Это программа, которую давно уже начал украинский ГУР. И при необходимости, то есть, если действительно по какой-то причине, может, я не знаю, заградотряды, я не знаю, угрожают штыками в спину и гонят, вот, заставляют прямо-таки принять участие в преступной путинской войне, то есть всегда возможность действительно восходить телефоном, набрать номер горячей линии «Хочу жить» и сдаться в плед. Это во-первых. Во-вторых, в составе иностранного региона в Украине сражается батальон имени Джохара Дудаева. Поэтому можно, не дожидаясь, пока какая-то мобилизационная преступная путинская машина доберется до конкретно какого-то там жителя в данном случае Учкери, можно с самого начала принять правильную сторону и стать частью батальона имени Джохара Дудаева. Аслан, поправьте меня, если я что-то не так сказала. Да, абсолютно верно. Я знаю эту программу «Хочу жить». Я у себя на канале постоянно распространял раньше вот эту информацию. есть батальон Джохара Дудаева, есть батальон имени шейха Мансура. Сейчас есть еще одно подразделение спецназ Борз Хамзата Гилаева. Можно найти мои контакты. У меня есть и WhatsApp, и все мои контакты есть. Я могу связать, если необходимо. Можно напрямую связываться по тем телефоном. Я тоже, кстати говоря, если выложу это видео у себя, размещу эти номера телефонов. Хочу жить, очередной раз размещу. И да, совершенно верно. Единственное, знаете, какая проблема? Мы чеченцы, постгеноцидный народ, мы чеченцы находимся полностью в заложниках. Треть часть чеченцев находится в Европе и за пределами Чеченской республики Ичкерия. Та часть населения, которое находится, но Северная Корея позавидует просто тому положению, в котором находятся сейчас чеченцы. Мы не жалуемся, у нас такая отличительная черта у чеченцев, мы не любим жаловаться, мы если нас кто-то обидел, мы это откладываем в долгий ящик и ждем удобного момента, никогда не забываем, но не жалуемся, потому что жаловаться в этом мире бесполезно, мы приходится все самим как-то решать. И наши люди, мои родители живут здесь в Германии, мои близкие родственники, моих родственников забирали, пытали, их заставляли снимать видео про меня, что я такой сякой, плохой и так далее, они отказываться от меня заставляли. И это по отношению ко всем, и я не политик, я обычный общественник, правозащитник, и недавно начал заниматься этой деятельностью, у нас есть президиум правительства в лице Ахьяда Идигова, Аллы Дудаевой, это наша законная, законная, легитимная власть, которых их родственников убивают, их родственников пытают, и людям очень сложно сделать, даже мне, вот мне сейчас пишут, я сделал про израильский ролик какой-то, что-то сказал в защиту Израиля, евреев, которые пострадали в этом ужасном террористическом акте, и до меня натравили фабрику троллей, и там мат-перемат просто, ну там и религиозная составляющая у них, и одновременно мат такой, семиэтажный, и люди, чеченцы, по большей части, которые не связаны с этой фабрикой троллей, не связаны с Россией, эти люди молчат, настоящие свободные чеченцы молчат, мы отложили в свой дальний ящик, и ждем удобного момента, так как мои родители тут, и остальные родственники, ну уже в принципе у меня не осталось больше родственников, я говорю об этом, и знаете, когда я уходил вот на эту стезю, скажем так, здесь уже фактически ты переступаешь такую черту, что ты сам погибнешь, и погибнут все твои родственники, будут запытаны, тебя уже до того загнали в эту такую ситуацию, что тебе приходится принимать решение, что ну фактически такое самоубийство, истинный шаг скажем, не только для себя, для родственников, которых ты потеряешь, и те люди, которые должны перейти на сторону Украины, или же начать говорить, или просто писать даже комментарии под своим именем, они автоматически подставляют своих родственников, и их реально пытают, если например кто-то сдается в Украине, его брат отправляется на войну, автоматически, его отец отправляется на войну, если ты отказываешься идти на войну, тебя убивают, как вот несколько месяцев назад убили Бессултанова Ахмеда, и мы находимся в очень тяжелом положении, это очень. Да, да, Гарри, я просто начал повторяться, слушая тебя. Я просто хочу закончить свою мысль, и если у горцев, чеченцев есть такое письмо своих старшин, и они его предоставляют украинским солдатам, это одна из гарантий, что их не обменяют, их не не обменяют на российских солдат, потому что когда люди попадают в плен, они становятся позже в Невской конвенции военно-пленными и подлежат обмену, частенько даже, когда они не хотят этого. Гарри, не простите, вмешиваюсь, извините, но просто Бур специально делал объявление и говорил о том, что если такой сдавшийся в плен добровольный не желает, чтобы его обменивали, насильно их не обменивают. Возможно, вы говорите о тех, кто попал в плен, не то, чтобы сдался, а наоборот, пришел, совершал преступление, но вот так получилось, что, как бы вам сказать, уже 300 тысяч, кстати сказать, под 300 тысяч погибших, сколько раненых и так далее, есть такие, которые оказываются в плену не потому, что они сдавятся. Вот в отношении них, возможно, да. Мария, давайте, я знаю, что вы торопитесь и хотите сказать, но дайте мне, пожалуйста, закончить мысль, я имею понятие о том, о чем я говорю. У меня есть в этом опыт, я знаю. Есть такие вещи, как Женевская конвенция, и люди, которые попали в плен, очень часто есть неразбериха, или их могут записать, что они сдались. Может быть, они попали в плен не потому, что они сдались, может быть, они попали в плен потому, что они были без сознания. Они могли попасть в плен по разным причинам, сдаться в плен тоже есть разные причины. Есть причины, когда командиры, или вы сами решаете, что ситуация безвыходная, и вы сейчас погибнете, и вам надо сдаться в плен, а не потому, что вы хотите перейти на чужую сторону. А есть ситуация, когда вы хотите сдаться и перейти на чужую сторону, просто потому, что вы не хотите воевать. Это все очень много серой зоны. Женевская конвенция гласит то, что военно-пленными надо обходиться как не с криминалом, и они подлежат обмену, если они хотят. А если они не хотят, то они проходят через лагеря фильтрации, где могут решить, и тот же ГУР может решить, что этот человек специально говорит, что он хочет остаться, а на самом деле он не хочет остаться. На самом деле он хочет инфильтрировать в украинское общество, которое и так имеет огромные карты и талон, и быть там диверсантом или еще как. Это очень сложно. Поэтому я говорю, это письмо, которое у вас будет от ваших стоящих, вам прогарантирует, что вы не попадете в обменный фонд на украинских военнопленных. Также мы понимаем, что украинских военнопленных больше, чем российских. И каждый российский военнопленный, он имеет огромную ценность. Для него может спасти несколько жизней украинских военнопленных. Мы сейчас, мы можем отдельно программу про это сделать, мы сейчас разговорим также о том, чтобы не попасться на той фальшивке, что теперь израильтяне будут оккупанты на территории ГАЗа, что раз они туда зашли, они враги. Во-первых, частенько они будут освобождать тех же палестинцев, которые находятся под гнетом Хамаса. Хамас это террористическая организация. Кто говорит, что их выбрали, что они там власть представляют. Это не так, от них больше всего. Они не дают арабам, палестинцам уйти оттуда. Они их специально загоняют в какие-то места, где израильтянам будет сложно вести и наземную операцию, и бомбить артиллерии, и даже точечным оружием самолетов, и авиации, и вертолеты. Поэтому, когда израильтяне заходят на эту территорию, они не оккупанты, они не агрессоры. Они не должны считаться то, что продается всем. Что раз ты зашел на мою территорию, значит, ты враг, и ты агрессор. Израильтяне не хотят оккупировать эту территорию. Они много раз оттуда уходили, оставляя инфраструктуру, оставляя провод, из которого потом делаются ракеты. Израильтяне туда заходят, чтобы зачистить, чтобы себя обезопасить. И они оттуда не... Они им нет намерения оккупировать, или хотя бы оккупировать это долгое время. Их намерение оттуда уйти, и арабы пусть живут сами, они себя отделяют там стеной. Поэтому это тоже все неоднозначно, как военные действия ведут, когда войска заходят или ходят оттуда. И то, что чеченцы... Причем тут это... Речь идет о том, что наоборот, это КАМАЗ совершил неспровоцированную террористическую атаку в отношении Израиля, точно так же, как Россия совершила неспровоцированную атаку в отношении Украины и вторглась. И я имею в виду, что вы говорили, что если ты пришел на чужую землю, ты враг, и ты попадаешь... Ну, разумеется, когда КАМАЗ пришел на землю Израиля, он враг, и больше никто. То есть даже как россияне, пришедшие с оружием в руках на украинскую землю, становились автоматически в этот момент врага. Но теперь Израиль зайдет на палестинскую землю. Теперь зайдет на араб. Ну, и правильное дело, и там должно источнить источник своих проблем. Поэтому я просто хочу сделать это более ясно, понятно людям, что по-другому. И то, что когда зашли и захватили Германию или Японию, кстати, потом ушли оттуда. Мы не оккупировали Японию или даже Корею. Да, наши базы там находятся, но оккупации нет. Это разные вещи. Даже когда там находятся твои военные базы. Это мы можем сделать... Я имею в виду. Но все наоборот, Кореи. Вы, к сожалению, вы, к сожалению, по 38-й параллели позволили Сталину оккупировать полстраны. Поэтому лучше бы, если бы ваши базы находились по всей Корее, а не только в южной ее части. Мы можем сделать специальную программу, про это я с удовольствием объясню, как работает Женевская конвенция и как работают правила ведения боя. Я уверен, что она безукоризненная, эта конвенция. Во всем нет? Я уверен только в Боге и в ударном шестом ядерном флоте. Ничего нет безукоризненного во всем. Но есть правила, по которым мы живем, по которым мы общаемся друг с другом. И есть правила ведения войны. Если ты совершаешь военные преступления, то ты военный преступник. И есть правила, по которым это действует. Попадают ли все под это? Нет. Все время работает это? Конечно же нет. Но я опять же говорю, если хотите, мы сделаем специальную передачу, где я смогу объяснить, как рационал и про 38-ю параллель, почему так получилось, и многое другое. И как, что такое оккупация, что такое, когда наше представительство военное находится, или когда мы кого-то оккупируем, какую ответственность мы за это несем, и так далее, и так далее. Это совершенно другая тема. Сегодня мы говорим о том, что не израильтяне, на которых сегодня хотят повесить, что они агрессоры, израильтяне как раз жертва агрессии. Хотя сейчас они покажут еще большую агрессию. Это то, о чем я частенько говорю. Чтобы погасить агрессию, надо часто показать еще большую агрессию в ответ. Но это не значит, что ты агрессор. Это значит, что ты защищаешься. Ты как раз и жертва. И сегодня многие израильские солдаты и воины будут себя подставлять, будут рисковать своей жизнью и гибнуть, чтобы как раз арабское мирное население не страдало. Или страдало как можно меньше. Но мировое общество, точно так же, как и с Чечневой, мы сегодня говорим о сравнении с этим, из-за КГБшной пропаганды, из-за левых СМИ промыли так мозги и поставили весь мир наоборот, вверх ногами. Сегодня ходит полмира и кричит свободу палестинец. Свободу от чего? Что это значит, свобода? От кого? Куда? Кто их оккупирует? И точно так же, когда весь мир ходил и говорили, нет, но чеченцы это заслуживают, они же террористы. Опять же, мы должны смотреть на себя, в первую очередь, где мы совершили ошибку в прошлом и не повторять такую же ошибку. Была крупнейшая ошибка с чеченским народом, когда мы, весь цивилизованный мир, игнорировали то, что с ним происходило. И сегодня весь мир занял неправильную сторону истории по отношению к Палестине и по отношению к Израиле. Палестина должна быть ответственной, если их должен быть. Должен не иметь не на Израиль, а на арабский мир, чтобы те палестинцы, которые находятся в этом статусе бежен, были приняты арабским миром. Совершенно верно. Они были скиданы. 80 лет в статусе беженца и ослам беженец. По наследству, Гарри. По наследству они беженцами становятся еще. Ну, да, еще по наследству. И вы беженка, и я беженец, и от спам беженец. Но мы не находимся в такой ситуации, в которой оказались, что сегодня называются, палестинцы. Нас приняли страны, и мы ассимилировались. Здесь не дают арабские страны, этим палестинцам, выйти из этой ситуации. Ни Египет, ни Ордания, ни богатейшие страны, как Саудовская Аравия и Арабские Эмираты, не хотят принять этих людей. И они винят в этом Израиле. И убедили весь мир в этом. Весь мир убедили, что чеченцы террористы. Чеченцев невозможно было применять как беженцев ни в одну страну. Потому что на них была наложена серьезнейшая флота. И это сделала ХГБ. И то, и другое. И сегодня и все украинские СМИ, и все левые СМИ продолжают эту пропаганду. Гарри, если ты закончил, я бы хотел бы, знаешь, я недавно написал текст, когда как раз начались эти события в Израиле, в Сокторе Газе. И я сравнил Израиль и Ичкерию. И знаешь, на самом деле аналогия очень и Украина. Израиль, Ичкерия и Украина аналогия очень легко, очень ярко прослеживается. На первый взгляд может показаться, что это не так, но на самом деле очень даже похоже. Сектор Газа, например, очень похоже на ДНР, например, получается. Ичкерия, например, арабский мир похож на русский мир. И арабский мир отказывает в праве Израиля на существование. Это самый важный момент, которому почему-то евреи тоже упускают его. Это очень важный момент. Евреям предлагают отказаться от своей государственности. То есть снова где-то рассеяться по миру или же снова позволить над собой издеваться, как сейчас это происходит с чеченцами. Разница лишь в том, между Израилем и Ичкерией, в том, что у Израиля есть защита, помощь, и Израиль отстоял свое государство, свое государство, и немножко нарушая, конечно же, это нужно тоже признавать, нарушая ту резолюцию ООН, для того, чтобы обезопасить своих граждан. Я чеченцев спрашиваю, которые постоянно обвиняют меня там в чеченском, что я чеченский сиянист, там еще какой-то еврей, тоже, кстати говоря. И я задаю вопрос. Допустим, смотрите, я говорю, у нас есть в друзьях, военных союзниках Америка, и на нас нападает Россия. Мы отвоевываем нашу территорию и немножечко заходим километров на 200, чтобы ракеты российские не долетали, допустим, до столицы нашей страны. Захватываем Ставропольский край, часть. Ну, это, в принципе, наша территория была раньше-то. Ну, допустим, я говорю, вот сейчас мы захватываем, мы нарушаем международное право. Да, резолюцию нарушаем, да, нельзя, если нам ООН определил Ичкерию в таких границах, мы не имеем права идти дальше. Но так народы, так страны делают, так поступают народы. И любой политик, любой военный обязан защищать своих граждан, защищать свои национальные интересы. Я говорю... Но не за счет чужих национальных интересов. И статью, извини, статью, которую ты написал, была очень хорошая статья. Рекомендую всем ее почитать. Дело все в том, что у ООН больше половины резолюций против Израиля. Если Израиль будет выполнять резолюцию ООН, Израиль не будет давным-давно. У ООН и две страны в Совете Безопасности. Вопрос тем, что люди, которые говорят, ну, вот Израиль не выполняет там резолюцию ООН, не чеченцы, а кандыровцы, я даже чеченцы, я не знаю, которые это требуют. Говорят, о, резолюция ООНа. Послушайте, по резолюции ООН, Чечня, это и ты меня из СМО научат. Это отдельное государство, это не часть Российской Федерации. Получается, что... Но никаких резолюций против России почему-то в ОООН нет. Не по отношению криминалов в сторону Украины против России, а против Израиля есть. Никаких обвинений в сторону России или признания России, или даже Хамаса, как террористическое обвинение. То есть, ребята, вы кавказцы, которые говорите, что не выполняют резолюцию ООН, и Израиль это нарушает. Так, извините, а эти же резолюции ООН, это которые действуют и против вас. Гарри, две страны... Россия не нарушает эти резолюции. Поэтому тогда согласитесь с тем, что Россия делает, потому что там нет резолюции по отношению к России, но есть резолюции по отношению к Израилю. Поэтому ООН, как вы знаете, это UN, United Nations, те, которые из нас служили в ООН, а я был начальником разведки в ООН во время оптаза грузинского конфликта вооруженного, что мы называли не UN, не United Nations, а useless nobody. Это бесполезный никто, если говорить в переводе на русский язык. Две страны с правом вето, которые совершают геноцид. ООН это бесполковая дебильная организация, которая никогда ничего не решила и никогда ничего не предотвратила. Разрешите мне сделать небольшое уточнение? Смотрите, когда Советский Союз, согласно пакту Молотова и Риббентропа и секретных протоколов к нему, напал на Финляндию, у Лиги наций, которая, в общем-то, тоже продемонстрировала в остальном свою беспомощность, была распущена и в итоге образовалась вот эта самая ООН, но тем не менее, в этот момент, когда Советский Союз напал на Финляндию, его вышвырнули из Лиги наций. Таким образом, я хочу сказать, что по сравнению с Лигой наций, ООН деградировала, потому что, если Лига наций все же, несмотря на это, ее еще и успели, заметьте, но она все-таки приняла единственное возможное решение, вышвырнула Советский Союз из своего состава, то ЮЭН, ООН, Объединенные Нации, организация, она вообще беспомощна, парализована присутствием в ней безосновательным, притом России, правом вето там и еще присутствием в Совбезии, этой организации на каждой ассамблее. Поэтому я думаю, что действительно, вот сейчас вопрос, связанный с ООН, звучит очень остро. Я думаю, что и то, что сейчас делает как раз-таки ООН, вернее, не делает. Вот, пожалуйста, они устроили весь этот ужас. То есть они в третьем поколении воспитывают своими подачками и резолюциями, значит, так называемые, не существующие, имя только одним, известные, видимо, ретнографы какие-то особые работают, народ так называемый палестинок, я не знаю, что такое, ну, в общем, палестинцы так называемые, значит, и представьте себе, что с их подачи это они все осуществили, но почему-то я не вижу желания они очень любят заниматься продовольственными программами, видимо, там много денег, любят очень заниматься медициной, вот, а вот чтобы как бы в миротворку каких-то своих наконец отправить, почему-то не видно такое бывание? Вот как-то здесь у них почему-то все заканчивается. Они убрали своих миротворцев, которые сейчас, там были миротворцы, стояли на голландских высотах, там стояли полицейские миротворцы, они их забрали. Поэтому я думаю, что сейчас себе, просто уже себе, а вовсе не Израилу, как бы им хотелось, выносит приговор эта организация, и думаю, что вот как раз то, как она заморалась уже до предела с начала 2022 года, периодически, ну, так сказать, проявляя полную беспомощность, парализацию, импотенцию в отношении России, а теперь еще и не называя террористов террористами, они так хотят пропитать, но я думаю, это у них уже не получится. Вы надеете. Ахлана, еще, наверное, я хотела бы задать вам вопрос, как вы думаете, я согласна с вами, что этот погром был сделан демонстративно, согласна с тем, что Путину нравится быть вождем, так сказать, левых маргиналов, согласна с тем, что он пытается отвлечь внимание от своей главной проблемы и нерешаемой для себя совершенно проблем от необходимости следующего бега доброй воли, который он так не хочет начинать. Но, тем не менее, все равно вопрос, ну, как бы вам сказать, такой существует, для чего же ему было, вот, или это уже, как бы это сказать, прошедшая вражность система, или это экс-с-исполнителя, или это переевшая пропаганду, так сказать, объевшаяся пропагандой дирекистанцы, которые так понимают основную директиву, или все-таки это продуманная организация, и это намеренно все сделано, и поэтому не отвечали на этот погром ни полиция, ни там, в Росгвардии никто, зачем он устроил вот этот позор на весь мир, где окончательно себя выставил, ну, как бы вам сказать, не просто антисемитам, это он сделал гораздо раньше, но вся жизнь наполнена ксенофобией и антисемитизмом, а в данном случае он просто, ну, как бы я не знаю, наверное, стал частью Хамаса. Ну, он был частью Хамаса, он является, мне кажется, несомненным, Хамас я называю никак иначе, как российско-иранское ЧВК Хамас, и в этом, как бы, за терактом против Израиля, совершенный на день рождения Путина, без сомнения, торчат длинные уши ФСБ и лично рожа Путина. А почему была вот эта провокация? Ну, мне кажется, знаете, знаете, что, связано это скорее всего с тем, что, во-первых, на мой взгляд, в ближайшее время, в ближайший год, два, может быть, три, весь Кавказ уйдет из состава нынешней, так называемой, Российской Федерации. иншаллах, иншаллах. И, скорее всего, скорее всего, нас хотят представить такими махровыми антисемитами, какими-то дикарями, которые не заслуживают ни поддержки ни Америки, ни Израиля, ни Великобритании, ни вообще других цивилизованных стран. Хотя у нас всегда жили, например, в Грозном у нас жили евреи, мы никогда, наоборот, душа в душу, нас специально поселили евреев и чеченцев вместе, чтобы мы разругались, когда мы с Казахстана возвращались, там ссылки, нас селили, разрешали селиться рядом с евреями, чтобы мы, видимо, переругались, передрялись, а мы спелись, наоборот, и мы уже не знали, что с нами делать, потому что уже как бы подружились, породнились, там и все остальное. То же самое я могу сказать и про Дагестан. Не было на Кавказе, у нас сотни национальных, народов, народностей, и не было никакого на национальном признаке, никогда, никаких погромов, тут в Европе они были, а вот у нас на Кавказе никогда не было этих погромов, именно вот на национальной почве, ни к евреям, ни к тем более к евреям, даже друг с другом, с которыми мы иногда ссоримся, никогда таких национальных вопросов не возникало. И второе, что мне кажется, вот они то, что накручивают эту обстановку, им нужна мотивация для того, чтобы они воевали, кавказцы воевали, или вообще в целом мусульмане, которые сейчас не повезло находиться в России, воевали против Украины. Сейчас не хватает того мяса, которое они обманом, деньгами заманивают, но не хватает этого мяса. И нужно поднять народ и повести его, насильно повести на эту войну. Они сейчас готовятся к очень большой мобилизации, поголовной мобилизации. И кавказцы первые, кто должны быть в этом деле использованы, на мой взгляд. А для этого нужна мотивация. Вы не можете дать человеку автомат, если абсолютно он вас ненавидит больше, чем врага, на которого вы его посылаете. Поэтому это опасно давать автомат. Поэтому, мне кажется, они вот этот религиозный вот этот фактор, который сейчас пытаются нам вот эту российско-иранскую чувака Хамас пристегнуть, так сказать, к мусульманам, хотя она никакого отношения. Я как мусульманин со всей ответственностью заявляю. Это никакие не войны Аллаха, это никакие не джихадисты, не каратисты, это обычные лицемеры и мерзавцы. Когда, если на земле есть джихад, и когда-нибудь он был на этой, священная война, если на земле была, то она была в Чеченской республике Ичкерия против фашистской оккупации России. И тогда, в 2006 году, приехали вот эти хамасовцы, которых на демократическом выборах избрал арабский народ Палестины руководством себе. И когда Халиду Машалю, лидеру Хамас, тогда задали вопрос, что вы считаете по поводу Чеченской республики, Чеченского народа, во время активной фазы геноцида, никакого геноцида в Палестине никогда не было. А вот у нас был. Он сказал, что это внутреннее дело России. То есть, воин Аллаха, который называется братья-мусульмане, Хамас переводится, потом исламский джихад у них, ну вот эти все громкие названия, как ЛДПР, например, либерально-демократическое, ничего общего ни с либерализмом, ни с демократией, конечно же, партия Жириновского не имела. Поэтому, сейчас вот этот исламский фактор, который они хотят пристегнуть к украинской войне, к русской агрессии против Украины, он важен для того, чтобы дать этим кавказцам автомат и не бояться, что они пойдут против вас. Вот для чего. И я именно с этим борюсь. Я вот, я понимаю, или я так считаю, что я понимаю, это мое мнение всего лишь, возможно, я даже и ошибаюсь, но я считаю, что именно к этому они готовятся, и я сейчас занимаюсь контр-пропагандой среди кавказцев, среди чеченцев, чтобы они понимали, что не Украина или Израиль являются вашим врагом, а Кремль и Лубянка являются вашим врагом. И пытаюсь разложить на молекулы и объяснить чеченцам, и, знаете, немножко, мне кажется, удается, потому что если привести доводы, хорошие, аргументированные доводы, то они имеют даже на самого отморожен, ну, может быть, не на самого, все-таки есть, которые вообще неисправимы и неизлечимы, есть такие, нужно признать, при всей моей попыток их вернуть в жизнь, есть, к сожалению, но их очень мало, они везде есть. Да, везде, во всех обществах они имеются, вне зависимости от религии или национальности. И вот мне кажется, вот сейчас, то, что сейчас произошло в Дагестане, они сейчас начали говорить, что возбуждаются уголовные дела против вот этих молодчиков, и их, скорее всего, как это делается в Чечне, против вас возбуждает уголовное дело, и чтобы потом вы не сели в тюрьму, вас отправляют, вы заключаете контракт с Россией, вам там, с армией, и вас отправляют воевать в Украину. Вам говорят, вы будете там сзади где-то, да. Интересно, да. Ну вот, мне кажется, вот с этим это связано, вот поднять вот эту волну. А то, что Путину уже, ну это запатентованы просто уже убийца, антисемит, чеченофоб, ну все, все в нем есть, поэтому, мне кажется, ему нравится, когда его называют убийцей, и там, ну вот самое плохое, он, мне кажется, тащится от этого. Вот такое вот извращение. Я хочу сказать, что это, да, интересно очень получается, что украинцы антисемиты, а погромы в России. да, так сложилось. И я хочу уточнить, что 7 октября, это был не только день рождения Путина, но и 8 октября моментально началось довольно-таки массивное наступление российских войск на разных частях фронта Украины. то есть это спланированное, это не случайность. Просто сказать, 7 октября, слушай, у них там это, такое началось, надо сейчас нам пойти в наступление, пока они отвлеклись на Израиль. Нет, за один день такое массовое наступление, то есть, это должна была быть подготовлена, скарпинирована, дата специальная выбрана, и это может быть и связано с днем рождения Путина, но это больше связано с нападением на Израиль. Поэтому это координированная акция. Если я знаю что-то про терроризм, то оно так и работает чистенько. Хочу вам сказать, что наша с вами программа призвана к тому, чтобы в конце концов Северный Кавказ не позволил себя дискредитировать таким вот образом, чтобы разумные люди, которые слышат вас от вас, понимали, что таким образом действительно вы высказали очень интересную мысль, очень глубокую фундаментальную мысль о том, что Северный Кавказ это самый первый, вот так сказать, и самый нерешенный узел проблем для России, то есть Северный Кавказ скорее всего действительно сможет отделиться и превратиться в множество соцветия государств. Надеюсь... Наподобие Евросоюза, Мария, мы об этом мечтаем. Может быть, это будет какой-то созданный союз между ними, это уже дело будущего, но самое главное, что вот сейчас именно вот такими провокациями дискредитируется вся эта идея, и потом в дальнейшем, когда действительно Северному Кавказу и его народам понадобится помощь от внешнего мира для того, чтобы выбраться из тюрьмы народов, то есть из-под российского кирзового сапога, то тогда действительно после таких вот эпизодов возможно мировое сообщество будет сильно разочаровано, понимаете, в народы Северного Кавказа, и поэтому я считаю, что народам Северного Кавказа надо сопротивляться всячески и КГБ, и Лубянке, и тем более таким провокациям. Да. Совершенно верно. Может быть, Аслан скажет еще какое-то слово в финале нашей программы? Ну, во-первых, еще раз вам спасибо, что пригласили, приятно познакомиться. С вами Мария, и я бы хотел бы, знаете, обратиться к евреям, к израилетянам, пользуясь случаем, раз я попаду на канал к Гарри Табаху, я бы хотел бы, во-первых, сказать, что мы не антисемиты, мы вас уважаем, мы не отказываем вам праве на вашу государственность, на право любить, растить ваших детей, и создать, и мы белой завистью завидуем вам, что вы такие молодцы, так долго, упорно боролись, и я чеченцам, когда говорю, я говорю, как чеченец, которому отказывают вправе на свое государство, может отказывать вправе на государство курдам, евреям, кому бы то ни было на этой земле, потому что если вы отказываете кому-то вправе, то вы не имеете права требовать себе, к себе такое же право, поэтому что я могу сказать, шалом Израиль, всего самого хорошего, хотелось бы, быстрее бы, чтобы война закончилась, ужасно, что гибнут люди, ужасно гибнут люди с обеих сторон, это неприятно видеть, это тяжело, это трагично, и я надеюсь, что быстрее все это закончится, и Израиль будет жить, и сосуществовать со всеми своими соседями, и мы будем тоже дружить с Израилем, ездить друг к другу в гости, вот, как-то так. Спасибо, спасибо, Аслан, спасибо, ты настоящий воин, горжусь, дружбусь с тобой, заимно, горжусь, горжусь, заимно. Спасибо большое за ваше время, за ваши прекрасные глубокие ответы, спасибо, мы в этом формате, возможно, встретимся еще, и я также прошу моих зрителей подписываться на канал Аслана и на канал, конечно же, Гарри, хотя я думаю, что у нас уже сгорят практически идентичные подписчики, но все же, если есть еще такие, которые не подписались на канал, Гарри, сделайте это, пожалуйста, также призываю подписаться, конечно же, на канал Аслана, и тут бы еще, наверное, хотела сказать, что мы заинтересованы в ваших комментариях, очень, хотели бы их прочитать, я думаю, что мы это сделаем все втроем, и возможно, ваши вопросы будут настолько интересными, что мы встретимся буквально через неделю еще раз, и на них ответим. Как вы считаете, господа? Я полностью поддерживаю. Я сейчас был на, я сейчас был на, вернулся только сегодня с конференции из Ланс-Велеса, в прошлом году уже год пролетел с вами делать там совместную программу, и в течение года все люди, которые ко мне там подошли, первое, что они мне говорили, это «Передай огромный привет Марии», это «Огромный привет Максаковой». Поэтому список очень длинный, я не буду всех примерно называть, но вам огромное, огромное количество людей передает огромный привет и искреннюю группу больше. Спасибо большое, это так отрадо слышит, что круг не напрасен, что меня слышат, и что мои усилия, ну, как бы, пользуются все-таки вниманием, и это не просто глаз вопиющего пустыня. Спасибо большое за внимание ко мне, за теплые слова, и до встречи, возможно, через неделю. Всего самого хорошего, до свидания. Пошла, держись, брат. Так, это я закончила.